Света, добрый день. Вы представляете сегодня Московскую школу гражданского просвещения. В этом году школа отпраздновала 20 лет своего существования. Расскажите об особенностях вашей школы и к чему пришла школа за последние 20 лет. Ну, школа, с одной стороны, пришла к тому, что она теперь называется Московская школа гражданского просвещения. Раньше это было политическое исследование, и на самом деле это в том числе не только формальная вещь, связанная с законом об НКО, который появился в России, но и со смысловым, потому что мы поняли, что эволюционный путь, который возможен только путем гражданского и правового просвещения. И мы сейчас очень большой делаем акцент на право. С другой стороны, есть моменты организационного характера. Понятно, что у нас очень сильно расширились за эти годы наши семинары. У нас есть уже разные форматы. Мы можем себе позволить не только общие семинары, но и тематические, как, например, собирать для журналистов. В этом году мы запустили программу специальную для учителей, потому что пришли тоже к мнению, что заниматься просвещением нужно раньше, да, и в школах у нас нет этого предмета. Также два года назад мы открыли онлайн-программу гражданского дистантного просвещения, которая оказалась, мы даже сами не знали, когда задумывали ее, что она единственная сейчас в русскоязычном мире. Который также вот очень хорошо развивается и работает. Но, собственно говоря, вот есть какой-то такой рост, да, за эти 20 лет. Можно сравнить, что было раньше у нас там 20 человек в школе, сейчас уже несколько тысяч наша сеть составляет. Это не только Россия. На этой неделе вы участвуете во всемирном форуме в поддержке демократии. Какие общие впечатления о форуме и какие представленные инициативы могли бы быть интересны для школы и для вашей страны? Ну, я считаю, что это, конечно, очень важная церемония, которая здесь происходит. Главным образом, мне кажется, важно то, что здесь есть контакт между школами. И для просвещения всегда нужен партнер. На самом деле невозможно обсуждать опыт только внутри себя. Поэтому очень важно получить вот эту вот связь и дальше ее длить. И, по сути, это единственное место, где, конечно, мы видимся и собираемся. Это самое важное, что здесь есть. Какую тему вы бы посоветовали, может быть, для следующих форумов? Ну, я так вижу, что интернету и так много, на самом деле, уделяется здесь внимания. Но понятно, что за этим уже не будущее, а настоящее. И, учитывая, конечно, масштаб школ, сейчас их уже там два десятка практически. И, конечно, единственное пространство, где, возможно, постоянный контакт, это интернет. И поэтому я бы больше, конечно, уделяла внимания этому, чтобы все всегда могли быть доступны. Спасибо, Миша. Спасибо.